Патриотизм не отделим от духовности, а потому перед каждым мероприятием молитва в храме. В Самарскую область ехались атаманы самых крупных казачьих войск страны. Николай Далуда командует казаками Кубани. В их рядах не только взрослые, но и десятки тысяч молодых людей. Для них военно-полевые сборы стали привычным и любимым делом. Однако на таких уроках учат не только находить выход из любых экстремальных ситуаций. Здесь самое главное – знать героическую историю предков. Мы проводим в течение каждого года 17 поминовений, на которых вспоминаем героическое прошлое казачьего народа по защите рубежей России. Мы закладываем принципы обучения – это прежде всего уважение к старшим, уважение к труду, любовь к своему отечеству, верность веры предков и готовность защищать свою родину. Уже на заседании своим опытом работы с молодежью поделился и атаман волжских казаков Юрий Иванов. Патриотическое воспитание планомерно интегрируется в систему образования ПФО. Оно строится через организацию военно-исторических фестивалей, клубов, лагерных сборов и секций по военно-прикладным видам спорта. Анализ практики казачьего кадетского образования в Приволжском федеральном округе позволяет констатировать объективно складывающуюся многоуровневую модель. Это казачьи кадетские корпуса, классы с казачьим компонентом, кадетские центры, клубы, секции в рамках дополнительного образования. На территории войска действует 5 казачьих кадетских корпусов, 2 кадетские казачьи школы и 64 казачьих кадетских классов, которых на сегодняшний день обучается 5844 кадета. Самарская область для проведения такого совещания выбрана не случайно. В губернии стремительно развивается казачье движение. Об уникальных проектах рассказал руководитель Департамента внутренней политики администрации губернатора Дмитрий Кочергин. Также он передал приветствие участникам заседания от имени главы региона Дмитрия Азарова. У нас хорошо развивается направление, связанное с вахтой памяти во всех районах Самарской области. Вахты восстановлены, работают, ребята очень активно участвуют в этих мероприятиях. С каждым годом увеличивается количество наших молодых ребят и девчат, которые принимают участие в вахтах памяти. То, что касается юной армии, новое направление, порядка 28 тысяч сейчас юных жителей Самарской области также охвачено этим движением. Военные активность казаков полностью поддерживают. Они вместе участвуют в патриотическом воспитании, исповедуют общие подходы в подготовке молодых людей к взрослой жизни. Хотелось бы, чтобы главная молодежь наша правильно понимала те решения, которые принимаются у нас в государстве, ради чего они живут, что необходимо делать для того, чтобы наше общество было лучше, и для того, чтобы мы жили в свободном государстве и в государстве, которое развивается бурно в экономическом плане и, конечно же, в социальном. После заседания самым отличившимся в казачьем движении вручили медали за укрепление боевого содружества. Затем для гостей была организована экскурсия в бункер Сталина. Руслан Шарипов, Сергей Павлов, Новости губернии. ...губерния того периода. Сейчас, конечно, извини, здесь угрыхода есть, это уже не то, что соответствует с сегодняшним.